Приветствую вас. Сейчас расскажу вам об актрисе Елене Яковлевой. Елена после окончания школы в 1978 году работала библиотекарем, картографом и комплектовщицей на заводе. Деньги откладывала на поездку в Москву, мечтала поступить в театральный. В 1980 году, ее мечта сбылась, девушка стала студенткой ГИТИСа. Леночка считалась одной из самых красивых девчонок на курсе. Впрочем, Леночка ее мало кто называл, к ней тут же прилепилось прозвище Яшка за пацанский характер. Яшка выбрала 25-летнего Сережу Юлина, родом из Читы, учившегося на первом курсе. «Я два раза поступал неудачно, потом окончил в Чите педагогический и, наконец-то, воплотил свою мечту, оказавшись в ГИТИСе», — вспоминал Сергей Юлин. В Лену влюбился с первого взгляда. В 1984 году, когда Яковлева училась на последнем курсе, пара поженилась. Ох, как расстраивалась мама Елены. Надо же удумать, в мае расписаться. Помаетесь, да и разбежитесь. Елена говорила, что не было у нее особого пыла, все женятся, вот и она замуж вышла. Сергей потащил в ЗАГС. Еще когда оба были студентами, Лена забеременела, — вспоминал Юлин. Она как раз репетировала дипломный спектакль, а ее стал мучить дикий токсикоз. Мы долго думали, что же делать. С одной стороны, хотелось завести малыша, а с другой. Летом ее животик был бы огромных размеров, а ей в театры показываться, куда бы ее взяли. И я не стал настаивать, чтобы она рожала. Дураки были. Яковлеву сразу же приняли в современник. Редкий случай. За включение ее в труппу театра, члены художественного совета, во главе с Галиной Волчек, проголосовали единодушно. В театре служил ее будущий второй муж, Валерий Шальных, который не мог не обратить внимания на красивую молодую актрису. В свои 28 он два раза был женат и на момент встречи состоял в браке с Натальей, бухгалтером современника, их дочке Кате было полгода. Яковлева и Шальных сблизились во время гастролей в Иркутск в 1985 году. Раньше театральные гастроли длились около месяца, времени достаточно, чтобы поближе узнать друг друга, рассказывал Шальных. Вся наша труппа жила в одной гостинице, вечером после спектаклей собирались у кого-нибудь в номере, выпивали, болтали. Я все присматривался к Елене. Какая красивая, талантливая. За этот месяц очень быстро появилось ощущение, что не можем друг без друга. Скрывать любовные отношения от своих половинок актеры не стали и развелись, жили вместе в гражданском браке пять лет. А в ЗАГС пошли, когда надоело на гастролях тайком где-то встречаться, в номер-то не селили вместе без штампа в паспорте. Я видел, что Лена настроена решительно и не стал ее удерживать рядом с собой. Вздыхал ее первый супруг. Вдруг я для нее оказался человеком из прежней жизни, от которой она решила отказаться. Конечно, было обидно. Я так сильно ее любил и был уверен, что этот человек никогда не предаст и не бросит меня. А вышло иначе. Наталья тогда ушла из театра, чтобы не видеть предателей, но свою дочь Валерий никогда не забывал, помогал деньгами, Катя была частой гостьей у папы и Елены. Первое время пара наслаждалась обществом друг друга, но потом начались серьезные скандалы. Жили первое время тяжело, в тесноте и шуме театрального общежития. Были моменты, когда чуть до развода не доходило. Вспоминал Валерий Шальных. Ну, думаю, убил бы. Она в ответ шутит, если бы тогда убил, уже бы вышел на свободу. И в свою квартиру переехали, и собак завели, а в 1992 году родился сын Денис. Когда ссорились, посещала меня мысль, что свое счастье на чужом несчастье не построить. Рассказывала Елена. Но Катюшу, дочь мужа, я всегда привечала, а с первым супругом встретилась, когда была на гастролях, он ведь уехал. Поговорили хорошо, рада, что зла не держат на меня. Не вернулся мне бумеранг, а ведь две семьи распались из-за нашей вспыхнувшей страсти. Елена очень востребована на телевидении. В 2011 году они с мужем ушли из современника, и Яковлева, которой исполнилось 62 года, играет в антрепризах и активно снимается в фильмах, сериалах. А 67-летний Валерий занялся хозяйством, содержит их уютный загородный дом, стрижет траву, выгуливает собак, убирается в комнатах. Так как домработницы в семье никогда не было, и рад, что может порадовать любимую жену, освобождая ее от домашних забот. Забота у супругов одна, их 30-летний сын Денис, который пока ищет себя и привлекает внимание журналистов своим телом, полностью покрытым татуировками. Учебу он бросил, хотя начинал учиться и в России, и в Англии. Занялся бодибилдингом, одно время пробуя себя в качестве фитнес-тренера, но сейчас ходит в качалку для себя. Денис живет с девушкой, пара взяла четырех котов из приюта, есть и любимая собака. Родители надеются, что их дитя когда-нибудь все-таки найдет себе профессию по душе. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Подписываемся, ставим лайки, комментируем.